Веселые частушки, арт-локации для детей, а взрослым несколько оригинальных рецептов мариновки мяса и, самое главное, вкуснейшие шашлыки. Московская область провела масштабную эко-акцию. Одна из главных площадок – гриль-дома парка имени Льва Толстого в Химках. На открытие приехали вице-губернатор региона, министры областного правительства, глава округа, а также известные актеры кино и телевидения. Цель акции – показать, как можно хорошо отдохнуть, не оставить после себя мусор и правильно его сортировать. Для этого на площадке установили специальные контейнеры – синий и серый. Вот этот друг гарантирует нам то, что все, что в него попало – сухая бумага, пластик, алюминий, картон – это все не попадет в землю и не достанется нашим детям и нашим внукам как огромная проблема. Потому что вот это все пойдет на переработку. Как отметил глава Химок, в округе создают условия для комфортного отдыха. Параллельно везде устанавливают баки для раздельного сбора мусора. Более того, сам Дмитрий Волошин активно поддерживает инициативу. А жители уже настолько ответственно относятся к чистоте окружающей среды, что мало кто оставляет после себя мусор. Вот эта синергия сегодня. Химки подхватили ее ни вчера, ни позавчера. Это было несколько лет назад, и мы сегодня идем с семимильными шагами в этом направлении. Наши жители, как правило, после себя убирают. И за это мы их отдельно благодарим. После официального открытия гости прошли по палаткам в каждой свои предложения. Первая палатка – музыкальное сопровождение. Мужики вы, мужики! Животы как шарики! О, наелись шашлыков, но стали как смешарики! Здесь же развернули площадку для детей, где каждый может рисовать на тему чистой природы. Главное отличие – все рисунки выполняют с помощью шампуров, а сам конкурс рисунка назван шампурописью. В одной из палаток установили специальный мангал. Здесь предлагают написать свое желание на листе бумаги, нанизать его на деревянный шампур и прочитав желание вслух сжечь. Желание – это чтобы в Химках мы не бросали мусор там, где у нас для этого есть специально отведенные места. По мнению вице-губернатора, цель акции довольно простая и понятна всем, но ее результаты достижения цели напрямую связаны с поддержкой друг друга. По мнению Михаила Кузнецова, нынешнему руководству областного министерства ЖКХ выпала непростая задача – переход от создания огромных полигонов к современной переработке отходов. На долю нашей команды, а на самом деле у этого мощного министра и хрупкого заместителя выдалась такая доля поменять отношение к мусору. Я очень благодарен коллегам, что они иницируют эти акции. Свою лепту в акцию внесли актеры Максим Пинскер и Сергей Писаренко. По мнению звезды КВН из команды «Уездный город», ресурсов у человечества осталось мало, поэтому необходимо более рационально относиться к ним, задумываясь о будущем. Когда я думаю о своем ребенке, которому надо прожить тоже 100 лет, думаю, а что он. Жизнь закончится, когда ему будет 30, то есть закончится вода, закончатся чистые места, природа, то есть и только куча мусора, и это в воде, невозможность пить воду из крана. По мнению горожан, такие акции очень полезны. Чистоту надо поддерживать, а население просвещать. Для наших пенсионеров, да. Ну даже для молодежи тоже обязательно очень нужны такие акции, да. Как это? Ну да, чтобы коллектив был и все чистенько, чтобы убрано было, очень нужно. Даже для молодежи, да. Стоит отметить, что масштабная акция собрала в парке имени Льва Толстого свыше тысячи человек. Каждый ушел с пищей для ума и для тела.